Иисус возрадовался и сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл том младенцам. Люди очень многое отдают для того, чтобы иметь знания, быть мудрым. Едут за границу, в престижный университет и заканчивают. Да и цена другая у ученых и неученых. Человек, который много знает, он много может пользы принести, а совсем не знает, какую ему должность дадутся. А вот здесь, наоборот, Господь говорит, младенцами назвал не детей, а люди, которые ниже высоких по развитию своему, по положению в обществе, и за это благодарит Бога, что почву Бог приготовил, Отец сокрыл это. Какие знатные люди, грамотные, почему не с нами здесь ни мэра нет, ни губернатора. Они сегодня приходят в храмы, да, стоят, но что они там приходят и что они знают? Ну вот, звездой учахуся. Это песнопение, это на один год надо было сделать и убрать его, совершенно песнопение не пробуждает нас. А мы учахуся, учахуся. Это было только с волхвами. Звездой больше никто не учится. Волхвы это колдуны сегодня, это тогдашние волхвы, приписывают их мудрецам, а звездочеты, как бы астрономы. Звездой учахуся, кто звездой научился? У нас звезда только одно, звезда появилась, скорее утробу набить. А еще где звезда? Картонную сделать, пойти славить, опять для утроб еще подадут, конфет купим, ребятишки. Со звездой рождественской ходили славили. Звезда на дереве, на макушке стоит. Вот звезда. У нас куда ни повернись, все для плоти. А звездой учахуся. Но найдите мне, кто научился от звезды-то? Да не один, все один только будут смотреть, кто в храме-то не был. Это ясно, что сейчас уже звезда есть. Сейчас наедимся придем. А звездой-то учиться, это что значит предсказание? Нет нигде. Песнопение мертвое. Почему никто об этом не говорит? А почему не сказать? И отныне мы учимся по слову твоему. И слово твое пророчество привело к тебе. Это Ирод знал, а мы хуже Ирода. Ирод призвал книжников и спросил, где должно родиться. Когда? И они рассказали. Вот когда задумаешься и в самом деле, что мы за такие люди-то? Когда тиран Ирод и тот додумался, где спросить-то? Людей, знающих Писание. Вот это ведет нас. Вот звезда-то путеводная. Да Господь говорит, я есть звезда утренняя и светлая. Он сам есть звезда. Звездой-то учахуся. То есть мы учиться должны, если звездой, то есть Христом. Настолько непонятно это песнопение и настолько оно временное было. И вот целиком надо переделать сегодня это песнопение. А это не Священное Писание. Писали монахи. Написали правильно. Написали для того момента, что они пришли. Это ну для волхов упоем, упоем про волхов. Да, им хорошо, они пришли. Писнопение должно нас касаться. Писнопение должно нас преображать. Амгел поют на небесах какую песню? Словословие. А у нас песнопение такие прославляет грех. Но очень много песнопений, которые только плакать можно. Вот считаем и первое песнопение в Библии. Мариам пела. Кто ее учил этому? Кто составил слова? Господи, владыка, ты погрузил параона, как свинец потонул. Свинец это тяжелый материал, из него башмаки делают у водолазов. Она прославила падение тирана. И мы должны сегодня... Почему никто не составил новой Ермаса? Господи, благодарим Тебя, что дал Ты такого царя Михаила, который этот коммунистический, трижды проклятый, анафиматственный режим рухнул наконец. И мы могли свободно вздохнуть, стали открывать все храмы. Господи, не дай погибнуть этого Михаилу и Борису. Какие же они смелые люди были. Сколько они открыли, свободы дали. Свободы безмерные, которые ни один царь не мог дать. Ведь нигде этого нет. Уже к новой власти все примазываются. Я не говорю о неверующих, о верующих. Срам один. Почему это понимал Иеремия? Почему Бог царя безбожника Кира говорит, скажи помазаннику моему Киру? В оригинале это говорит, скажи Христу моему Киру. А так Михаил Христос, с маленькой буквы. Этот молит Христос. Вот какие еще слова. Так он помазан был, да нет, это от Бога. Почему? Он открыл свободу. Стали реабилитировать невинно убиенных везде. Это вещь вообще немыслимая. Памятики тирану свергли. Вот это-то надо сегодня внести, чтобы люди на этом остановились. А Бог дал нам свободу во Христе. Я сам до этого докажу. Я это знал в пятилетнем возрасте, что эта власть злая. Что эта власть уничтожала хороших людей. Сегодня многие не понимают это. Почему? А все еще поем песнопение, относящееся к волхвам. Звездой уча пусть. Значит, ГУЛАГ нас ничему не научил. А почему не сказать ГУЛАГом уча пусть? Тюрьмами, лагерями мы не могли научиться. Нужно, чтобы Слово Божие заговорило с нами. И когда Валаам говорил, вижу звезду, но не близко, это было при Моисее, до Христа 1600 лет. Вот было зрение, вот телескоп в глазах. Я падаю, но глаза мои открыты. А мы стоя спим, глаза закрыты. И вижу звезду. Он был перс, Златоуз говорит. И поэтому с персистской стороны это пророчество сохранилось, они пришли волхвы из Персии. А сегодня главное, в городе, Кёльне, в Германии, вот и называем там Каспар, всех этих три волхва, их мощи поклоняются, вообще никуда привезли совсем. Во-первых, не знаю, это их мощи или нет, но если они какое-то отношение ко мне имеют-то. Они не указали ни на Писание, ни на что. Да, им Бог открыл, но этом все закончилось. Это разовый акт. Разовое поклонение, но этом все кончилось. Писание приводит во веки веков. Говорит пророк Исаия 65.1. Я открылся не вопрошавшим о мне. Удивительно, сегодня на одно и то же, на разное чтение, одним и то же стих открывается. Потому что мы везде должны видеть Бога. Везде. Бог великий, Бог чудный. В какого Бога мы верим? Какой порядок Бог дал нас в семье, в пище, в одеянии и везде? В отношениях с людьми мы даже не знаем, как далеко о нас люди слышат. И не потому, что мы мудрые. Бог сокрыл от людей мудрость эту. А как вы это знали? Меня не многократно люди знатные мира спрашивали. Как вы знали, что этот режим рухнет? Никаких признаков не было. Бог. Бог мне это открыл через слово твое. Что зло тьма не вечна будет там, где мрак сгустел сегодня. Воссияет свет истины. И вот ныне мы отмечаем тот день, когда пастухи услышали радостную, чудную весть. Пастухам открылась истина. Они первые пришли. А вот дальше-то ничего не говорится. Ничего об этих пастухах. Они были пастыри овец телесных. А может некоторые из них уверовали? А иначе смысла нет никакого? А если уверовали? До первых людей быстро ставили, может быть, присвятера были? Может, из этих пастухов-епископов? А что, рыбак больше узнал, чем пастух, что ли? Вполне даже может быть. Мы можем это допустить. Как они потом рассказывали. Мы говорим о радости, какая была у людей. Но мы должны помнить о радости, которая была у избранных ангелов. Ангелы-то прославляли Бога, может быть, за миллиарды лет. Мы не знаем, когда, но они его не видели. Они его впервые видели в люльке, в веслях. Это тот, которого мы пели, свят, 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 Господь, Саву. Это он сам и лежит. И, говорит, показал себя ангелом, апостол Павел говорит. А дальше принять веры и, запятая, проповедан в народах. Вот что необходимо сегодня, чтобы вера была, он должен быть проповедан. И если он явился пастухам, то мы скажем, вслед за ними уверовали и мы. И эту весть мы должны не снова к стадам нести к пастушам, не к своим делам прежним, а к людям, которые не знают. Кого свет ангельский не осиял. Которые глаза закрыты. Которые не видят эту ифлеемскую звезду. Они много говорят сегодня. Говорят безбожники. Ифлеемская звезда. Украсят вертепы. Научились все это делать. Тем более продается и готовое. Звезда это Христос. Притом утренняя. С нее начинается восход в душе. Притом светлое просвещает. И вы хорошо делаете, что к этой звезде обращаетесь. Говорит звезда Давида. Шестиконечная. А на семиконечная. Звезда Давида, которая виденна, это Христос. А Христос это семь таинств. Исайя 44.25 Господь говорит так. Я прогоняю мудрецов назад. И знание их делает глупостью. А это обидно кое-кому будет. Если глупым-то назвать. А у него образование. Да может быть докторское название. Когда человек встречается со Христом, он видит. Он ничто. Давид, увидев себя в очах Божьих, сказал. Я червь. А не человек. А его, говорит, человек подобно моле. Вот кто мы такие. Римлянам 1.22. Люди, называя себя мудрыми, обезумели, потому что не приняли Христа. Что пользы, что он называется богатым, олигархом, все есть. Но если умрешь. Но посмотри, сколько до тебя было богатых, красивых, сильных, мудрых. Где они? Ни одного даже нигде нет. А если душа-то не спаслась, а теперь она мучается бесконечно. 1 Коринфянам 1.20. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И 1 Коринфянам 3.18. Никто не обольщай, говорит, самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки 7, тот будет безумным ради Христа. Не еродивым. Не прикидываться. А ничего не доказывать. Когда безбожник не признает, просто отойти. И ты веришь в Бога? Да, я верю. Я счастливый. На тебя будут по-другому смотреть. Сила уверенности, с которой ты будешь говорить, перейдет на людей. Меня сколько раз упрекали за то, что борода. Да как это? Борода, да ты. Я сразу говорю, меня так Бог сотворил. А ты без бороды. Да тем более женщина. Все. В течение одной минуты она уже мыслит по-другому. Так Бог сотворил. Ты же не сама по себе. Бог так сотворил. А что Бог сотворил, то Он назвал хорошо и весьма хорошо. Каким бы светом она ни была. Редкая борода, маленькая. Не имеет значения. Она прекрасная. Это от Бога. Это знак твоего возраста. Знак твоей мудрости. А мудрость приходит с годами. А борода у маленького не растет. И 3.19. Мудрость. Мира сего есть безумие перед Богом. Бог улавляет мудрых в лукавстве их. Варух 3.23. Сыновья Агари, то есть мирские люди, искали земного знания, но пути при мудрости не познали. И стези ее не видели. У мудрости есть стезя. Стезя это смирение перед Богом. И Бог тогда открывает. Вот не знаешь что-то. Первый вопрос задай сам себе. Почему я это не знаю до сих пор? А потом встань на молитву по прессу. Если нет, найди толкование. Если не нашел где-то, найди знающего человека. Только в церкви. Не ищи на стороне. Псалом 132 стих. Бывает очень хочется что-то знать. И Давид впадал вот в такие минуты. И говорит, не смирял ли я? И не успокаивал ли души мои, как дитя отнято от груды матери? Как ребенка успокаивает мать? Нельзя. Туда нельзя входить. Я многие вопросы не знаю. А как? Понятия не имею. Бог умолчал. И мне радостно, что я не знаю. Я не мудрствую. Круг моих познаний очень узок. Он не выходит за пределы священного писания. Никогда не выходи за это. А не написано. Все на этом кончилось. У православных очень много знания пустого. Не нужно. Традиции, предания, про мертвых все знают. Все расскажут. А как коснулся писание, растерянный стоит. А нам это не преподавали. А мы это не проходили. Матфея 18.3 Если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Деяние 8.10 Был такой волк, выдавая себя за какого-то великого. Не надо выдавать. И никогда не бойтесь сознаться в незнании. Да, я этого не знаю. Я много мирского не знаю. Я не умею машину водить. Вообще не знаю даже, что такое. Вам покажется странным. Я не знаю, как пользоваться мобильным телефоном. Я не знаю, какие кнопки нажимать. Умышленно себя держу в этом незнании. Вообще не знаю. И в руки его даже не беру. И ничего не теряю. Я подумал, а много ли я потерял? Ничего не потерял. Кому надо, тебе позвонят. Кому надо, постучаться в окно. 2 Коринфянам 10.18 Ибо не тот достоин, кто себя хвалит. Но кого хвалит Господь. И 2 Тимофея 3.7 За счет этих людей угодны Богу. Эти люди всегда учащиеся. И никогда не могущие дойти до познания истины. Мы верим, что Христос пришел. Он родился от Девы Марии. Это было предсказано пророками. Пророчество исполнилось. И мы твердо уверовали, что Он именно Тот, Который обещан. Он есть Мессия. А вот сейчас бы взяли в плен и стали мучить. И только скажи, что Христос не Бог. Ведь многие отрекутся. И мы не все устояли бы. В житиях святых говорится, и многие отреклись во время гонения Дедекия. Гонения Его. Многие. Что бы было со мной? И потом себя упрекай. Господи, я такой слабый. Будет гонение. Я не устаю. Укрепи меня сегодня. Я чувствую, где прижгу чуть на кухне. Капля одна воды упадет. Ох, как больно. Да смазать. Да бежим масло. Облепихать. Все найдем. А там никто не поможет. Разраблять будут кости. Отрезать члены. Ты хочешь знать, как мучить святых? Открывай житие святых. Считай. Поучись их мужеству. Или 7 главу 2 книга Маковейская. 2 Тимопея 3.7. Всегда учащихся, никогда не могучие дойти до познания истины. То есть до Христа. И Галатам 6.3. Ибо кто посчитает себя чем-то, будучи ничем, тот обольщает сам себя. Грозное предупреждение. Не высокоумствовать. Чего конкретно нигде не написано, скажи, я не знаю. Не открыто. Так ангел явился. Зато он говорит, не признай его ангелом. Получи похвалу. Но у него крылья, благоухание. Он говорит, от имени Бога Иегова. Не знаю, я не достоин. Бог за это не судит. Я просто боюсь. Как бы вместо ангела не принять падшего ангела. А вот который ангел пришел, а его не приняли. Какие наказания? Были такие, которые не поверили в вести этой. Очень странные. А не имел Захарий на короткое время. Потом опять договорил. А которые поклонились, сразу ума лишили, сделали сумасшедшими. И дьявол стал ими играть. Лучше не принять. Знакомый придет. Стемнялась, никому дверь не открывайте. Он благоухание может напустить. Знакомые, близкие. Расцветает, тогда придете. Никому не открывайте. Еще раз говорю. Хотя из этого научитесь. Исайя 47, 10. Мудрость твоя и знание твое. Они сбили тебя с пути. И ты говоришь в сердце своем. Я и никто, кроме меня. Какие страшные слова. Это относится ко всем сектантам. Ко всем, которые покидают церковь. Что я и никого больше нет. А ты скажи. Меня Бог избрал, я буду здесь. Близок Господь к сокрушенным сердцам. Даниил 5, 23. Но вознесся против Господа небес. Но не в один же день это случилось. Против Господа небес вознесся. Сначала они послушали мужу. Дети не слушались родителей. Не стали слушаться правителей. Люди, которые революционеры, ни один не спасется. Они противятся Божьему становлению. Притча Соломона, 3, 34. Если над кощунниками Бог посмевается, то смиренным дает благодать. Хочешь иметь благодать? Смирись. Как Бог сказал, скажи, я это принимаю. Иаков 4, 6. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. 1 Петра 5, 5. Так же и младшая. Повинуйтесь пастырем вашим. Облекитесь смиренным мудрым. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Значит, пишут все одинаково. Павел, Петр, Иаков. Многое они не знали. А что Бог смиренным дает благодать, и с этим пребывает мудрость, и они это знали откуда? И Слово Божие. Потому что это притча Соломона. Соломон откуда это узнал? На опыте убедился. Он не научил детей смирению. Да, это вопрос другой. Это знал Давид. Это знал Адам. Смиренным дает благодать. Подошел змей, зашептал что-то Адаму. Он бы сказал, не знаю, что ты говоришь. Бог точно сказал, нельзя, если все. Не стало бы Ява разговаривать, и все отошло. Только Ява подает, сказал бы. Бог сказал, что ты после меня появилась. Ты из ребра моего, ты должна слушаться. Я первоначальный. Почему так не рассуждал-то? На святого поднимается лев, а он ему разговаривает с ним. Меня Бог сотворил по образу своему. А тебя есть грязь, и больше ничего нет. Ты, лев, ниже меня. Ты уходи из пещеры, мне холодно. Лев поднялся, ушел и не тронул. Надо научиться разговаривать еще и со скотиной. И это не запрещается. Итак, Иисус Христос благодарит Отца Своего Небесного за то, что великую мудрость, уверование во Христа, принятие Его как своего Спасителя, сокрыл от мудрых. Надо бояться мирской мудрости, которую выводят от Бога. А если это со смирением, то вся твоя мирская мудрость послушать для прославления Бога. Я не знаю никакой специальности, которая, ну не считая там детей убивать, табак выращивают, водку делают, это не специальность никакая. Все специальности можно обратить на пользу для дела Божия. Какой бы ты должность ни занимал, ты во всем должен увидеть. Вот занимается сегодня кибернетикой, компьютерами. Ну я никто в этом вопросе, но я поражаюсь. Как люди могли до этого дойти речь, положить на цифры, ничего нигде нету, и как будто настоящие кнопки дальше, все это на экране. Слава тебе, Господи. Ты должен во всем увидеть Бога за разум, данный человеку, за художество, которое люди делают, могут рисовать и прочее, за изобретательный ум на доброе. Потому что Бог гордым противится. Признав разум от Бога, признай, что все, что у тебя есть, это от Бога. А от Бога это означает просвещенное им. И только христианин просвещен познанием Бога и истинным светом от этой виплеемской звезды, рождение которой мы сегодня и отмечаем. Аминь.